В гимназии номер два пришло время обеда. Сегодня это первый пункт рейда комиссии по проверке качества питания. Особый и приятный ритуал. Дежурные раздают порции аппетитного вида макаронные изделия и котлеты. Ребята с удовольствием уплетают обед, а родители подтверждают, их дети школьными трапезами довольны. Ребенку нравится, как в школе кормят. Здесь как домашняя еда, обычная домашняя еда. Правда, инспекция выявила небольшие замечания. В частности, в гимназии не указаны даты и время отбора суточных проб. А вот само питание школьникам по душе. При этом они отмечают, что раньше все же были несовершенства, недостаточно горячая еда. Сейчас все в порядке. Получается, завтраки вкусные, завтраки всегда очень вкусные. Обеды тоже вкусные, но бывает, что там уже по предпочтению, что любим, что не любим. В этом году стали готовить намного вкуснее и блюда стали горячие, потому что в том году иногда остывало и достаточно вкусно было готовить. Я предпочтений у меня всегда очень много и в этом году мне очень нравится. Лично мне больше нравятся куриные котлеты. Они здесь очень вкусные, мягкие, всегда горячие. Куриные котлеты – это вообще фаворит многих ребят. Их любят и в школе номер 19, не забывая сказать, что и в целом кормят в столовой вкусно и сытно. Да, куриные котлеты. Мне нравится. Питание очень вкусное, всегда все горячо. Очень довольное питание. А вот Лена считает, что лучшие лакомства – это местные каши. При этом на памяти 11-классницы в столовой родной школы не было случаев грубых нарушений. Мне нравятся молочные каши. Вкусные, сладкие. В нашей столовой всегда все подают, подают только горячие блюда. Все очень вкусное, все свежее. Никогда не было каких-то нарушений, не было каких-то плохих воспоминаний о столовой, о еде в столовой. Комиссия побывала на обедах, а также в пищеблоках, на кухне. Оценила организацию процесса приготовления пищи, условия хранения продуктов и соответствия нормам СанПИНА. Здесь отметили недостаточное количество подтоварников, из-за чего допускается хранение овощных консервов и ящиков с яблоками на полу. Эту же деталь обнаружили и во второй гимназии. В школе номер 7, которая также входила в список инспекции, не размещено каждодневное меню для льготной категории детей на информационном стенде в зале приема пищи. Хотя в наличии оно имелось. Обязательный пункт проверок – детские сады. Йогурт сегодняшний, все, пожалуйста, 9-й часу. Свежесть йогуртов и другой продукции, условия отбора суточных проб. Члены комиссии наблюдают, измеряют и взвешивают. Сегодня в меню у малышей наваристые щи, макаронные изделия, бифстроганов. Особенности приготовления бифстроганова в детском саду – нежная текстура, мелко нарезанные кусочки говядины, подлива в виде сметанного соуса. Таких хочется вернуться в детский сад. Разделяют это мнение и воспитанникам по наблюдениям. Родители детям нравятся, как кормят в родном детском саду. Качественно, хорошее, вкусное питание. Дети кушают, с удовольствием все съедают. Моя, например, постоянно рассказывает, что она ела. И не было такого, что она что-то отказывается кушать. Даже если утром, как дети капризничают, она говорит, скажи обязательно, что я есть не буду. Потом я у нее спрашиваю, она говорит, я все съела. Все не только вкусно, но и сбалансировано, отмечает Юлия. Очередной день проверок прошел насыщенно. Контроль качества питания в школах, детских садах и учреждениях здравоохранения комиссии, созданной по поручению главы региона, продолжится. Субтитры создавал DimaTorzok